Это был шквал эмоций, каждый день пишут и пишут, и Оля, мы голосуем, и скидывают, и смайлы, и поддержку. Это тот случай, когда соцработникам самим понадобилась поддержка. В фотоконкурсе «Комсомольской правды» и Министерство соцзащиты региона редакция подвела итоги голосования на звание лучшего социального работника Алтайского края. Две недели конкурса, 120 тысяч голосов. Мы даже не ожидали, что будет такой отклик. У нас было 196 участников со всего Алтайского края. Нам звонили в редакцию регулярно, говорили о том, что вот мы там поддерживаем того-то, мы поддерживаем того-то. Причем я знаю, что голосовали не только с Алтайского края, но и со всей России, даже с мира. Потому что конкретно, допустим, наша победительница Ольга Орлова, нам звонили в редакцию ребята с СВО. И они говорят, вот мы Ольгу поддерживаем, потому что она нам в свое время очень помогла. Я бы сказала, что 80% моего личного времени и рабочего времени занимает работа, психологическая помощь участникам специальной военной операции. Так как я веду онлайн-психологический кабинет, это не всегда та помощь, которая вот в академических часах измеряется, да, оказание психологической помощи. Это просто слова поддержки, это спросить, как здоровье. Они рассказывают о том, как у них дела. Многие жены звонят, мы общаемся. Кто-то помогает бойцам СВО, кто-то семьям, которые находятся в социально опасном положении. Такие конкурсы призваны подсветить работу людей, которых зачастую не видно. Где-то мамочка придет, одна, допустим, да, проживает, там детки, муж ушел, то есть здесь такая ситуация, да, то есть какие-то уже социальные меры поддержки положены, да. Где-то мамочки со своего пути все равно ищут, чтобы человек-то ушел как бы не обиженный, там, не обделенный, да, тем же своим вниманием. Многие, кто вот у нас снимаются с учета, да, то есть выходят из трудной жизненной ситуации, это всегда маленькие победы. Их, ну, очень, не очень даже много, но можно посчитать, и с каждым все равно, каждая вот такая ситуация, она всегда запоминается. Все женщины получили подарки, которые помогут им расслабиться с такой работой. Это отдых в Белокурихе и посещение банного комплекса. А все, кто участвовал в конкурсе, дипломы. Редакция передаст их в Министерство соцзащиты края. Кстати, совсем скоро пройдут другие конкурсы. Лучший работник почты и работник железной дороги. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.